А нам сейчас хочется поговорить о событии, которые было не так давно. Во время пандемии был проведен первый онлайн-фестиваль, который называется One Line Fest, который завоевал гран-при национальной премии в Энту Дюстри события года. Победил Wedding Awards Юги, финалист Wedding Awards Раша, просто какие-то... Мастодонты уже не терпится поговорить с этими организаторами. Они у нас в гостях. Марина Зосим и Еруфат Ибрагимов. Давайте приветствуем и пригласим вас к нам в студию. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Прекрасно, а у вас? Ой, у нас еще лучше. Мы же на хорошем утре. В прошлый раз вы приходили к нам, рассказывали о онлайн-проекте, о фестивале. Сейчас у вас стартует новый проект. Давайте в общих чертах расскажем о чем он. Что ждать? Ну да, так как мы завоевали все награды, которые можно было завоевать в этом году, мы решили не останавливаться на достигнутом и сделать событие именно для индустрии. Индустрии ивента. И решили организовать крупнейший на юге форум для организаторов мероприятий, для профессионалов сферы. Так скромно, крупнейший, крупнейший. Мы завоевали все награды. Нам нравится так думать, что он будет крупнейшим. Да, наверняка, мы сомневаемся. Слушайте, ну а что он будет в себя включать? Как правильно проводить мероприятие? Для кого он? Прежде всего, это для профессионалов индустрии, для тех, кто организовывает уже мероприятие, хочет, скажем так, подтянуть свои скиллы, а также для начинающих организаторов, для тех, кто хочет связать себя в будущем с этой профессией. И крутой старт именно с самыми лучшими, да, из первых уст, что называется самая правильная информация. Получается, если кто-то из телезрителей вдруг, не относящийся к организации праздника, захочет прийти, нужна ли будет ему эта информация? Ну, мы позиционируем все-таки больше как для тех людей, которые реально интересуются. То есть это не просто на огонек зайти, там будет очень важная информация, и мы бы не хотели, чтобы просто любой телезритель просто чувствовал себя, наверное, неуютно. Поэтому приглашаем в основном профессионалов, и самые лучшие уже откликнулись и купили билеты. Мы также знаем, что у вас на форуме будут самые крутые спикеры, которые приезжают со всей страны, с разных городов. Давайте так, топ-3. Кого вы можете выделить? Это спикеры из Москвы, из Екатеринбурга, из Ростова-на-Дону и Краснодара. Эти спикеры – это лидеры ивент-индустрии страны. Топ-3, это что, нужно назвать имена? Давайте так, без фамилии. Лучший организатор, на наш взгляд, лучший режиссер, и, наверное, лучшие декораторы. Декораторы именно по декору мероприятий специалисты. Поэтому мы приглашаем не только организаторов мероприятий, но и тех, кто занимается оформлением, потому что там будут крутые технические решения, кейсы. Как сделать за небольшой бюджет очень зрелищное мероприятие и так далее. Вы знаете, я ничего не организую, к сожалению, но мне уже захотелось прийти. И, кстати, ведущие у нас тоже есть в участниках, поэтому приходите, конечно. Вообще форум организован для разных профессий, да, там будут все, кто принимают участие в организации. Это и ведущие, и начинающие, и профессиональные, и режиссеры, и декораторы, и организаторы мероприятий. И маркетологи даже. Да, многие организации направляют своих маркетологов, HR-ов для того, чтобы, ну, скажем, подтянуть свой уровень в организации. Расскажите секретик. Вот как таких мастодонтов, лучших профессионалов заманить? Именно спикеров? Это история успеха, можно я отвечу? Да, конечно. Я вообще хотел сказать спасибо вашей студии и вашей программе, потому что после того, как мы побывали на Кубань-24, это такой наш талисман, и я очень хотел попасть к вам на хорошее утро, потому что мы верим, что это помогает нам достигать результатов. Я уверена. Спасибо. И, знаете, мы показали всей стране, впервые мы на юг привезли этот трофей, событие года, самую престижную награду в области организации мероприятий, как лучшее онлайн-событие в России в прошлом году. У меня аж мурашки. Да, и поэтому лучшие организаторы мероприятий со всей страны, они узнали о нас. И, о, это вот эти ребята, мы к ним поедем. И они очень рады, очень ждут этой встречи. Мы с ними общались вживую, они прям прорабатывают темы и контент, который они будут показывать, потому что для них это тоже очень важно для лучших профессионалов юга рассказать. Они нас знают, и я думаю, что узнают еще больше. Но мы вот как раз знаем, да, вот так принято считать, что самые масштабные мероприятия проходят в Москве. Можем ли мы теперь сказать, что мы уже наступаем на пятки? Ну, конечно, можем. Ведь наше мероприятие будет на одной из самых масштабных и красивых площадок юга. И что еще можно сказать? Да, мы будем делать еще особенную застройку. То есть мы само мероприятие хотим очень круто провести, потому что там будут светодиодные экраны с различным динамичным таким контентом и так далее. То есть те люди, которые попадут туда, им будет точно не скучно, точно будет заходить информация правильно. Они будут мотивированы. Мы будем использовать различные эмоциональные катализаторы для того, чтобы максимально люди, уходя, уезжая, оставили о Краснодаре самые лучшие впечатления. Мы хотим сделать такой уровень, которого ранее не было на юге. Мне кажется, вам это уже удалось как минимум первым онлайн-фестивалем. И я надеюсь, что этот эфир принесет вам новые награды. Я прям в это верю и думаю, что все получится. Счастливый эфир. Да, да. Вот как раз, чтобы еще немножко так открыть завесу тайм, потому что мы сейчас говорим вообще, что будет что-то новое. Вот что будет новое в этом проекте? Хотя бы. Чего ждать участникам этого проекта? Знаете, после тяжелого периода, который перенесла наша страна и весь мир, произошла такая перезагрузка. Дело в том, что люди не знают, куда двигаться. И самая важная информация, которую привезут наши спикеры, это тренды. Куда идет весь мир, как они считают. Это не просто трансляция каких-то мировых историй. Это то, как мы, как россияне, чувствуют развитие рынка, развитие организации мероприятий. И они будут давать реальные советы и кейсы. И мы вместе будем двигаться вперед. Ребят, спасибо вам огромное. Будем следить за вашим форумом. И мы надеемся, что после завершения проекта вы придете к нам в гости и расскажете, как все прошло. Друзья, ну а вы не переключайтесь, оставайтесь вместе. С хорошим утром и скоро вернемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.